Куллияту деббара ль-льмия, айлмун, 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 айлмун. Куллияту деббара ль-льмия, айлмун, 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 айлмун. Куллияту деббара ль-льмия, айлмун, айлмун, айлмун. Куллияту деббара ль-льмия к тем, что некоторые братья из тех, кто прослушали канал, сказали о том, что после того, как мы изучили торговлю, во-первых, мы нашли, что огромное количество тех сделок, которые мы вели, на самом деле является запретным. А мы даже и не подозревали об этом. Во-вторых, Баракалуфикум, другой брат, сказал, брат, изучив этот канал, говорит, из своего собственного опыта в бизнесе и так далее, там подобное, я, говорит, пришел к выводу, что если человек будет делать все правильно в торговле, то есть торговать в соответствии с нормами шариата, то никто никогда не сможет его обмануть. Почему, говорит, религия, Аллах спонталя, просто-напросто защищает тебя от всякого рода мошенников, никто никогда ни в чем не сможет тебя обмануть. И поэтому, говорит, если кто-то из братьев говорят, меня кинули, меня обманули и так далее, там подобное, 100%, что скорее всего, или 100%, что этот брат что-то сделал неправильно. Баракалуфикум, Умр ибн Хаттаб, р.в. запрещал тем людям, которые не знают фигха торговли, торговать на рынке. Алибну Абиталиб говорил, что тот человек, который не знает торговли, фигха обязательно попадет, попадет в Риба, обязательно попадет в Риба, обязательно попадет в Риба. И об этом говорил 1400 с лишним лет назад, что бы говорил Алибну Абиталиб, р.в. в наши времена. Поэтому я побуждаю братьев Баракалуфикум подписаться на этот канал, ссылочка будет с дозволением, Аллаху Субхану Таля, под видео. И прослушивать уроки, вот это тоже принципиальный момент, именно в том порядке, в котором они расположены. И тогда будет намного легче восприятие. То есть тот порядок, в котором они расположены, в отличие от каких-то других каналов, допустим, будь это про намаз, как мы сказали, про урозу, про хач. Там-то может быть спонтанно, там то, что Аллах облегчил, так и загружали. То есть одну книгу закончили, загружили. А именно в этом Баарак-Луфикум канале был учтен определенный порядок правильного и же легкого воспринятия. Баарак-Луфикум, это информация. Это первое, что я хотел сказать. Во-вторых, Баарак-Луфикум, этот раздел и все, что последует после него, или большая часть тех глав, которые последуют после этой торговли. Вы сейчас заметили, мы, помилостей Аллах-Спанталь, закончили, что? Грубо говоря, пять столков ислама. Сейчас заходим, это что? Аибадат называется, поклонить. Сейчас мы переходим в новый раздел, это Муаммалят, взаимоотношения между людьми. И вот этот раздел и некоторые разделы, которые последуют после него, в них опровержение Баарак-Луфикум всякого рода секуляристов. Кто такие секуляристы? Это те люди, которые пытаются отделить религию от мирского и говорят, что религия должна быть только в мечетях. Религия должна быть только в мечетях. Мирские вопросы со своей религией говорят нам не лезть. Как так, Субханалла, если в религии Баарак-Луфикум главы о торговле и тому подобные главы? Также в этом хадисе опровержение тем, кто говорит, что в религии не хватает, то есть тех доводов, которые пришли в Куране и Суны, не хватает для того, чтобы закрыть людские нужды в их взаимоотношениях. Вот эти заявления, то, о чем я говорю, это Баарак-Луфикум, то, что мы слышали в арабских странах. То есть есть люди, которые говорят, пусть религии в арабских странах нет, пусть религия будет только в мечетях. Другие говорят, Баарак-Луфикум, что Курана и Суны не хватает для того, чтобы закрыть все людские нужды в их взаимоотношениях. Также в этих разделах, братья, мы увидим красоту и справедливость нашей религии, братья. И, соответственно, увидим незнание тех людей, кто заявляет о подобном, что религия должна быть только в мечетях, или что доводов из Курана и Суны не хватает, чтобы закрыть людские нужды и так далее и подобное. Также, Баарак-Луфикум, увидим, что эта тема, братья, Баарак-Луфикум, торговля, которую мы увидим на основе Курана и Суны, она годна для всего человечества. В какое бы время они ни жили, какой бы национальности они ни были, на какой бы территории они ни проживали. Баарак-Луфикум, начиная, грубо говоря, от Аляски, заканчивая, что? Если вот так вот на карту мира смотреть, до Чили, здесь, начиная Баарак-Луфикум от Канады, заканчивая до Новой Зеландии. Все это годно, во все времена, во всех местах, для всех народов. Баарак-Луфикум, для всех народов. Баарак-Луфикум, и поэтому первая глава Бабу Фитали Беррес, то есть глава о стремлении к уделу. Где же заработки уделов. 908-й хадис, Анджай, Бребня, Аделяги, на Расуле Аллаху Саласам Каль, ля тастап ту риск, не думайте, что ваш удел задерживается. То есть ля тастап ту риск, не думайте, что ваш удел задерживается. То есть в этих словах Баарак-Луфикум успокоение тому человеку, который вроде бы, то есть зарабатывает деньги, а еще пока заработок не приходит, прибыль не приходит, и так далее, он думает, что сделает. Нет, Пророк Саласам Каль, ля тастап, не считайте, что ваш удел задерживается. Поистине человек не умрет, пока не использует тот удел, который ему был предписан. Пророк Салаллаху Алейхи Вассалем сказал, поэтому не переходите границы в поисках удела. Берите дозвольное и оставляйте запретное, сказал Пророк Салаллаху Алейхи Вассалем. Почему закончил словами, пусть берет дозвольное и запрещает запретное, потому что некоторые люди считают, что их удел задерживается и начинает Баарак-Луфикум зарабатывать на хараме. Просто потому, что он немножко поторопился. Братья Всевышний Аллах Субханалу Аталия кормит и поет, братья многобожника, которые предают Аллаху за товарищей. И даже того, кто поносит Господа Субханалу Аталия, Всевышний Аллах кормит и поет. Тебя, уверующий, уединобожник не накормит, не напоет, что ли? В 908-й хадисе он ибн Умар говорил, Однажды один человек пришел к Пророку Салаллаху Алейхи Вассалем, и был один финик, то есть кто-то потерял один финик, и никто не знает, кто является хозяином этого финика. И он дал ему этот финик. И сказал, если бы ты не пришел за этим фиником, то этот финик сам бы за тобой пришел. Видите, воспитательный момент, Бараку Луфикум, это очень важно. Посланник Аллаху Алейхи Вассалем воспитывает единобожие в своих сподвижниках всегда и везде, в любой удобном моменте. Видите, как я сказал, это же Туфи, если бы ты не пришел за этим, то есть ты пришел и попросил, на тебе финик, если бы ты за ним не пришел, он бы сам за тобой пришел. Помните, Бараку Луфикум в одном из уроков я вам рассказывал об одном человеке, был он правителем, очень богатым, и однажды его накрыло что-то вроде депрессии. И он, собственно, не знал, что с этим делать, не может заснуть. Потом приказал, чтобы ему приготовили все его самые любимые блюда, и когда ему приготовили, накрыли перед ним, он понял, что он не хочет их есть. Потом Субханалла привели ему, Бараку Луфикум, самую любимую его рабыню, он думал, что может быть вопрос удовлетворит свой вопрос с женщиной, и ему не захотелось к ней прикасаться. И он не знал, что делать, и Субханалла, потом Господь ему внушил сесть на коня и тому правителю взять с собой мешок золот, мешочек с золотыми монетами. И он, Бараку Луфикум, выехал и просто ехал, ехал, ехал ночью, и увидел, стоит маленькая мечеть, и в ней горит свеча. Зашел туда и увидел человека, который был довольно бедно одетый, и молился. И он сел рядом с ним, увидев его, когда тот закончил молиться, он ему дал этот мешочек с золотом и сказал, это тебе. Тот взял это, потом он сказал, я такой-то, такой-то, говорит. Он представился этому бедному, правитель такой-то, такой-то. Если у тебя будет какая-то нужда, то приезжай ко мне, я тебе помогу. Вот зачем? Аллах сам тебя ко мне привел. Аллах сам тебя ко мне. Это подтверждение слова пророка, салам, ла-ла-салям, что если бы ты не пришел за ней, она бы сама к тебе пришла. Братья, как часто, Субханалла, бывает так, что тот или иной удел, Бараку Луфикум, который в моей стране, вот особенно мы, братья, которые ездят из той или иной страны, как я рассказывал, братьям, не знаю, по-моему, в одном из уроков рассказывал, что однажды кто-то из братьев, Джозао Млаохайрон, угостил меня вяленым гусем. И этот вяленый гусь, Бараку Луфикум, из России прибыл в Стамбул, из Стамбула прибыл в Резье, то есть, да, в Трабзон, из Трабзона прибыл в Резье, братья. Потом, Бараку Луфикум, этот гусь лежал, и мне пришлось вылететь в Казахстан. И я, Бараку Луфикум, опять из Резье поехал в Трабзон с этим гусьем, Бараку Луфикум. Причем, потому что я поехал в сторону родителей, знаю, что мои родители любят вяленого гуся, потому что у меня родители из Татарстана, то есть, им напоминает это об их детстве и об их молодости. Взял эту гуся, поехал из Трабзона, Бараку Луфикум в Стамбул, из Стамбула долетел уже до Казахстана, потом из Алматы добрался уже до родителей, Бараку Луфикум угостил. Видите, этот гусь Бараку Луфикум в шоке, наверное, грубо говоря, был. Даже когда они перелетают, столько, наверное, не перелетают в Бараку Луфикум, сколько я с ним перелетел, правильно, грубо так говоря. Вот, поэтому риск Бараку Луфикум никуда, никогда, ни от кого не уйдет. То есть, то, что тебе предписано, оно будет у тебя. И поэтому в этом Бараку Луфикум успокоение тем, кто начинает паниковать, когда поднимается курс доллара. Брат, доллар, будь он 50 рублей, будь он 500 рублей, будь он 5000 рублей, вот сколько тебе предписано твой удел, поверь, ни на одной копейке, ни больше, ни меньше ты не съешь. Если твоя зарплата будет 1000 долларов, и доллар упадет до 5 рублей, влаги ты больше не съешь. Если доллар поднимется до 5000 рублей, и у тебя зарплата будет 50 долларов, влаги ты ни на один, ни одну крошку, ни больше, ни меньше не съешь. Бараку Луфикум. 909-й хадив, Абударда рассказывал о том, что посланник Аллаху Луфикум сказал, и нарезка, Поистине удел следует за своим рабом, точно так же, как следует за ним его смерть. То есть ты же от смерти никуда не убежишь, брат, вот точно так же ты от своего удела никуда, то есть риск сам за тобой бег. И поэтому очень важное правило, запомните жизненное, как сказал один мудрый человек, риск наш удел как тень, сколько ты за ней не беги, ты ее не догонишь, правильно или нет? А сколько бы ты от нее убегал, она от тебя не отстанет. Поэтому пусть твоей целью не будет риск, за которым бы ты бегал, удел, за которым бы ты бегал. Пусть твоей целью будет Бараку Луфикум, что тот свет, за которым бы ты бегал, а удел от тебя не отстанет Бараку Луфикум. Поэтому Аллах, как мы сказали, кормит неверующих людей. Неужели тебя неверующего единобожника, он не накормит или твоих детей, или твоей супругу? Следующая, вторая глава, «Глава о благом имуществе для праведного раба». Для праведного мужчины или же праведного раба. 910-й хадис. Анамр ибнол Ас. Анамр ибнол Ас, рады и Аллаху, рассказывал, قال, قال, Расулу Аллаху, о том, что посланник Аллаху Аллаху сказал. Я Амр, но Амр. Не Амаль, малю, саллих, лираджу и саллих. Как прекрасно. Благое имущество, то есть благое имущество Баракулуфикум, то имущество, которое заработано дозволенным образом для праведного человека. Поэтому Баракулуфикум, как говорили ученые, когда задали вопрос, ученым дозволен ли человек, что значит аскетизм, и может ли быть богатый человек аскетом. Он сказал, да, богатый человек может быть аскетом, то есть миллионеры, миллиардеры и так далее. Однако аскетом является тот, кто держит имущество в руках, а не в своем сердце. То есть, как мы часто приводим такой пример. Представьте, Баракулуфикум настроение измеряется в температуре. И вот нормальное настроение это 36,6. И вот Баракулуфикум, у тебя температура 36,6, у тебя ни одной копейки за душу температура 36,6. И тебе Баракулуфикум упало на руки миллиард долларов. У тебя как 36,6 было, так 36,6 и осталось. То есть, в сердце это имущество не упало. Упало куда в руки? Ты тратишь это имущество, Баракулуфикум, куда ли раджу и сальф. Видите, Баракулуфикум сказал, прекрасно благое имущество. Для кого? Для правильного. Потому что правильный человек починит это имущество. На что? На все то, что приближает его к сегодняшнему вас. Маталь, вплоть до расходов на себя и на свою семью, он будет это делать с намерением садока. То есть, будет тратить деньги на себя, будет тратить деньги на свою семью с намерением садока. И ему за каждую копейку запишется, что садока Баракулуфикум. Если же Баракулуфикум опять этот миллиард у него исчезнет и опять ни одной копейки не останется, у него как было настроение 36,6, так у него 36,6 останется. Вот этот человек аскет, братья. Тот же человек Баракулуфикум, у которого температура 36,6 и у него упала в карман, Баракулуфикум 100 рублей у него от радости до 37 поднялась температура, этот человек не аскет, братья. Если же человек Баракулуфикум 36,6 и у него Баракулуфикум приобрел эти 10 рублей и потерял 10 рублей, у него упала температура, то есть до 35, остыл у нашему холодный пот, как говорят же, этот человек не аскет, братья. Поэтому нужно тренировать, братья Баракулуфикум, свою душу воспитывать, на что? На аскетизме. То есть, аскетизм это не отказ от мирского. Аскетизм Баракулуфикум это держать имущество в руках и пользоваться им. Помните, как мы брали с вами хадис Абу Зарадалам, пророк Салсам сказал, что самые богатые люди будут самыми бедными в судный день, кроме тех, значит, есть исключение богатых, кто раздавал направо, кто раздавал налево, кто раздавал вперед, кто раздавал назад. Следующая, третья глава Бабуфима Ваняриск, то есть глава о том, что препятствует уделу, что препятствует уделу. В 911-х хадисах Фаубан говорил, что посланник Аллах Салсам сказал, «Валя яруддуль кадра иля дуа». И кадр может отвергнуть или опровергнуть только дуа. Что значит кадр может опровергнуть только дуа, то мы с вами говорили подробно, Бара Клуфикум, о теме предопределения. У нас есть отдельный канал Бара Клуфикум, и точно так же братья Бара Клуфикум в YouTube сделали отдельный плейлист на тему предопределения. Каждому советую прослушать эту тему, потому что эта тема является одной из сильнейших причин, которые поднимает иман человека. То есть многие, братья, когда жалуются о том, что их иман ослабел, мы им советуем послушать уроки о предопределении. И subhamilling многие говорили Бара Клуфикум о том, что когда они слушают раздела предопределения на основе аятов и хадисов, достоверных Пророк Саусам, то их иман очень сильно растет. И вкратце, Варак Луфикум, мы говорили о степенях кадра. То есть, первый кадр или первая самая главная степень, это то, что предписано в хранимой скрижале, то, о чем сказал Пророк Саусам, что первого подняты чернилы высохли, Варак Луфикум. Между прочим, это предложение Руфи Цараплям Аджафатисхоф, но знаете, Варак Луфикум, как валидол, как успокоительный. Если ты вдруг за что-то волнуешься и переживаешь, вспомни слова Пророк Саусам, подняты перья и высохли чернила. Будет только то, что предписано. Да ты хоть взорвись, хоть лопни, ничего не будет. Пусть другие, кто тебе хочет навредить, пусть взорвутся в слов, ничего тебе не смогут сделать, кроме того, что было тебе предписано. Почему? Потому что перья подняты, чернила высохли. Второй, Варак Луфикум, степень кадра, который чуть поменьше, это то, что предписывается каждому человеку в начале его жизни, то есть, когда он зачатый, находится в утробе матери, на сороковой день приходит, или на сорок второй день приходит ангел, и Варак Луфикум ему там предписывается то, что будет его жизни, Варак Луфикум. Третье, это то, что в начале каждого года, то, что называется ночь предопределения. И вот ученые говорят, вторая и третья степень, это вот то, о чем сказано в этом хадисе, что ля яруд дуль кадр или дуа. То есть, не может ничто провернуть кадр, кроме дуа. То есть, бывает так, что человеку что-то приписано в утробе, но он начинает делать дуа, и Суханала его дуа побеждает, и об этом написано, где? В хранимой скрижали, Варак Луфикум. И так же это касается язык водного дуа. Поэтому, Варак Саусам, когда сахабы спросили, если каждому из нас предписано место в раю и в аду, то зачем что-то делать? Он говорит, нет, наоборот делать, и каждому будет обличено то, для чего он создан. То есть, если ты знаешь прекрасно, пойдешь направо в рай, пойдешь, пойдешь налево в ад, пойдешь, то зачем на месте стоять? Иди, старайся идти, иди, иди, иди направо, и в конце себя найдешь, Варак Луфикум, в раю, и это и есть твое предопределение. «Увеличивает жизнь только что благочестие». Мы, Варак Луфикум, разбирали в главе эти набожие в вопросах и ответах о положении тех, кто делает что-то из благих дел ради мирского, каково его положение. То есть, почему? Потому что мы должны обращать на это внимание, вот тут предложение сказано, что увеличивает жизнь только что благочестие. То есть, можно ли мне просто исключительно ради того, чтобы моя жизнь была подольше, проявлять побольше благочестия, или нельзя? Обо всем этом мы подробно говорили в книге Единобожья. Ссылочка будет с дозволения Аллаху Супа. То есть, в книге «Вопросы Единобожьего вопроса и ответа» ссылочка на это будет под этим видео Варак Луфикум. 912-й хадис. Сахра Аль-Хамиди. Ради Аллаху ангвана. Сахра Аль-Хамиди рассказывал о том, что посланник Аллаху Супа говорил, Аллаху Мабарик Луфикум Атифибу Курига. О Аллах, дай благодать моей общине. Братья, благодать, слово «барака» взято от арабского слова «бирка» и от слова «бурук». Бирка варак, Луфикум – это водоем, то, чего много. То есть, когда ты говоришь, «О Аллах, дай мне барака в моем имуществе», это чтобы его было много. У Аль-Бурук – постоянство. У Аль-Бурук – это что, постоянство. То есть, чтобы его было много и чтобы оно было постоянно. Дай, Аллах, мне баракат в моем здоровье, чтобы его было много и чтобы оно было постоянно. Дай моей жене баракат, моих детям баракат, чтобы добра в них было много и чтобы это было что? И таким приходящим и уходящим являть, а чтобы это было постоянно. И вот пророк, салаллаху, сказал Аллаху, «Надели мою общину благодатью в ее раннем вставании». В ее раннем вставании, барак Луфикум. Во-первых, барак Луфикум в этом хадисе ответ на вопрос большого количества мусульман в наше время, которые задают такой вопрос. Часто мне задают и другим, наверное, братьям задают. Брат, вот мы слышим, что вот за последние 20 лет такое огромное количество студентов в арабских странах поехали, то есть находятся или ездили, будь это Саудовская Аравия, будь это Египет или какие-то другие страны. Но почему призыва нет? Почему барак Луфикум, те, кто занимается призывом, грубо говоря, их можно посчитать на пальцах в руке? Братья, вот в этом хадисе барак Луфикум ответ на вопрос, то есть на одну из причин. Знайте, что нет ни одного известного алима на земле, который спал бы после Фаджр. Вот если вы знаете кого-то из известных улема, как те, кто были, допустим, шейх Альбани, шейх Абенбаш, шейх Усаймин, допустим, и так далее, и тому подобное. Если барак Луфикум вы спросите у близких и родных, спят ли они после Фаджра, они вам скажут, нет, они не спят после Фаджр, они не спят после Фаджр. И поэтому барака их призыва мы видели. Мы же в наше время, субханула, братья, я вам даже из своего, братья, опыта скажу, когда я приезжаю, допустим, в какие-то страны, когда братья арабские говорят, брат, хотим встретиться и так далее, говорю, бисмилля, после Фаджр. Сразу, братья, количество желающих пропадает примерно на 80-90%. На 80-90%. И ладно, братья, было бы так, ну ладно, ладно, было бы так. Самое страшное, что знаете, что барак Луфикум, самое страшное, что большинство из них, когда говорят, брат, хотели тебя пригласить, когда? Давай после Ища. При том, что после Ища мы с вами брали хадисы, пророк, салаллаху алейсалям, разупретил разговаривать после Ища. И вот так вот у них, братья, у большинства студентов, которые находятся в арабских странах, барак Луфикум проходит время. То есть те, кто едут в умру и в хадж, могут сами тому быть свидетелем. Приедьте и посмотрите, как проводят свое время. Я не говорю все, большинство студентов в арабских странах, большинство из них спят после Фаджр, к сожалению. И поэтому никакого бараката, барак Луфикум нет. Во-вторых, мы говорили, что в этом хадисе, братья, указания на то, что у вас сейчас принято называть лайфхак. Если ты барак Луфикум, у тебя есть фирма, и ты хочешь, например, организовать рабочий день в этой фирме, организуй его после Фаджра. То есть если, грубо говоря, у тебя на работу люди приходят, допустим, с 10 до 6, да, работают, с 10 до 6, это сколько часов? С 10 до 6, грубо говоря, 8 часов, ну давайте, пусть еще один час будет перерыв, например, с 2 до 3, 7 часов рабочего дня. А Фаджр у вас во сколько в 5 утра? Брат, возьми в 5 утра, пригласи всех и скажи, работаем только до часу дня и потом все свободны. Во-первых, огромное количество с удовольствием к тебе пойдет работать, представляешь, полдня они говорят работать. Во-вторых, производительность твоя увеличится минимум в 2 раза, минимум в 2 раза. Братья, каждый из нас, барак Луфикум, мы только вот на днях говорили. Брат барак Луфикум говорит, я переслушиваю эти уроки, говорит, переслушив уроки, то есть мы с утра 4 часа записываем, правильно, говорит. Субханалла говорит, я, говорит, с утра их прослушиваю, если, говорит, я эти 4 часа пытаюсь прослушивать после Зухара, то у меня, говорит, времени до вечера не хватает. При том, что Зухар в час, а сейчас мы во сколько читаем? Ночью уже, правильно, в 9? Так же получается, правильно? Вот не найдешь ты 4 часа. А при том, что когда мы с утра сидим, если без перерыва сидеть, то в 6-7 часов спокойно можно сидеть, барак Луфикум, и давать уроки. Вот. И это барак Луфикум в вопросе имущества. Это в вопросе братья знаний, Субханалла. Даже я требующим знанием говорю, многие братья из нас, барак Луфикум, занимаются тем или иным, но он человек, каждый из нас человек, особенно если у тебя есть большая семья, особенно если у тебя жена или же несколько жен и так далее. Хочешь, не хочешь, барак Луфикум, мирские вопросы нужно решать. Я всегда братьям говорю, у нас братья уходят в крайность. То есть, одни братья барак Луфикум занимаются только семьей, женой, детей и так далее. Эти дела домашние никогда не кончаются и нет у него времени на знания. Другие же братья барак Луфикум, наоборот, отказываются полностью и не хочет даже вплоть до того, что не хочет дома, даже кран сломался, допустим, не хочет чинить. Или говорят, у меня нет времени на то. Это неправильно, это две крайности. Мы знаем, что пророк, салаллаху алейсалям, был имамом всех требующих знаний, но при этом что-то делал из домашних вещей. Поэтому, барак Луфикум, из тех вещей, которые тебе помогут объединять между требованиями знаний, барак Луфикум и домашними бытовыми вопросами, откладывая все бытовые домашние вопросы на вечер. То есть, грубо говоря, на после Зухры или же на после Аз. И решая все после Зухры. А до Аз до Зухра же, барак Луфикум, с Фаджра до Зухра, постарайся, барак Луфикум, чтобы все это время посвятить чему? Требования, знания, изучения, знания и так далее. А потом, пока ты, то есть, за книгами ты сидишь, изучаешь, читаешь, бахсы делаешь и так далее, и тому подобное. А когда ты уже после Зухра домашними вещами занимаешься, варак Луфикум вставил наушники и все, целый день ходишь, слушаешь, продолжаешь уроки варак Луфикум и закрываешь все свои жизненные потребности, потому что это является фардом. Пророк Саласам сказал, достаточно человеку греха, если он относится халатно к тому, кто относится к себе, семья. Саласам сказал, достаточно человеку греха, если он халатно относится к тому, кто находится под его попечительством, под его попечительством. Поэтому, аль-хамдуля, религия, Аллаху Субхану Аталия, в ней, как говорит Всевышний Господь, мы разбирали этот аят Тафсири, очень важный аят, было бы хорошо, если кто-то не слышал Тафсира твоя аята, послушал бы его, ссылочка будет, иншалаталя, под этим аятом, где Всевышний Аллах говорит, мы, говорит, ничего не упустили в книге, то есть в Куране. Кто-то тоже может задать вопрос, Барак Луфикум, брат, а если у нас фаджр в 2 часа ночи, а если у нас фаджр в 3 часа ночи, и так далее, и так подобное. Проблем нет, Барак Луфикум, даже если 2 часа ночи, хотя бы до выхода солнца не спите, хотя бы до выхода солнца не спите, потерпите до выхода солнца. Кто-то говорит, брат, я не могу терпеть, так ты не можешь терпеть, потому что ты дома на кровати терпишь. Правильно же, под одеялом, рядом с женой. Никакой человек терпеть не будет. Нет, ты выйди на улицу, займи с чем-нибудь, послушай уроки, иди в мечеть и так далее и тому подобное. И будет, иншалаталя, тебе легко, за зваление Аллаху Субану Аталью. И также те братья, которые говорят, брат, я не могу после фаджера не спать, потому что вы не спите после ища. В Аллахе, если вы себя заставите в течение нескольких дней засыпать после ища, то вы хотите, не хотите, баракалуфикум, на фаджер будете вставать. И точно так же, если вы заставите себя не спать после фаджера, то есть выйдите на улицу, займитесь какими делами, 1-2-3 дня, вы увидите, что на молитву ища уже все, батарейка села, и вы просто-напросто будете отключаться. И вот дальше в хадисе сказано, вкаль, Сахар рассказывал, пока на набью с Хосом и да баса саретан, и пророк с Хосом, если отправлял военный отряд, баса бига фиаулинар, он посылал их в начале дня. Видите, желая чего? Барака. То есть, когда сподвижники передают хадисы, упоминая те или иные слова пророка, а это обязательно мы должны связывать. Почему пророк с Хосом с утра отправлял? Именно из-за того, что в этом была Барака. Вакана Сахар Раджулин Таджин. И Сахар был бизнесменом. А в Сахаре был бизнесменом. Вот эти слова Вакана Сахар Раджулин, об этом рассказывал Барак Лауфикум Амара ибн Хадид, то есть один из передатчиков хадиса. То есть он рассказывал о сподвижнике, который передал этот хадис. То есть вот эти вот слова Вакана Сахара Раджулин, это слова не самого Сахара, это кого? Амара ибн Хадид, Варак Лауфикум, или Худейда, который являлся кем? Табиином. Факана ябасу гельманаху фиаулин нагар. И он посылал своих работников рано утром. Факасу рамаляху ваатра. И увеличилось имущество, и он разбогател. И он увеличилось его имущество, и он разбогател. Видите, Варак Лауфикум, услышал хадис проксосом и начал практиковать. И вот то, что им сказал Варак Лауфикум, на то, что в этом хадисе на указание, на то, что рабочий день должен начинаться не с 10 утра, рабочий день должен начинаться года с фаджера. И это касается, братья, не только бизнесменов, это также касается тех, кто занимается, допустим, посевом. То есть если ты хочешь сажать картошку той семьи, это позволяет правила, то есть я не знаю, просто может быть есть какие-то правила, какое растение, в какое время сажать и так далее. Если нету принципиальной разницы, в какое время сажать суток, то делай это после фаджера. Если ты собираешь урожай, то делай это после фаджера. Если ты выгоняешь скотину, вот как у нас в деревнях и так далее, и так подобное, выгоняйте ее когда? После фаджера Варак Лауфикум. Вот сделай для себя просто-напросто порядком. Все старайся делать после фаджера. Даже Варак Лауфикум детей, когда будем на намаз, да, бывает с детьми иногда тяжело и так далее и так подобное, хотя бы Варак Лауфикум те дети, а это после семи лет же мы будем уже детей на намаз, потому что шпрок с волосом сказал обучать идею молитвы в семь лет, хотя бы Варак Лауфикум мы побуждаем их, отвлекаем их и так далее и так подобное, чтобы они хотя бы до выхода солнца не спали. Хотя бы до выхода солнца не спали. Валлаху аля. Продолжение следует...